Привет всем, друзья! Ну что, вот и настал финал турнира Майами. Кто же заберет трофей? Елена Рыбакина или Даниэль Коллинз? Давайте с вами обсудим этот финал. Смотря на результаты личных встреч этих девушек, можно сделать вывод, что Елена Рыбакина имеет весомое преимущество над американской теннисисткой. Но тут на самом деле все так просто, как кажется, потому что все победы Рыбакиной давались ей на Коллинз в трех сетах. Так что взять эту американку так недооценивают эксперты. И плюс к этому стоит посмотреть на путь этих девушек на этом турнире. У Елены он был гораздо более сложный. Лишь с Мэнди Сэн Киз она сыграла два сета, а от Виктории Азаренко она и вовсе получила баранку. Поэтому говорить о стабильности Елены Рыбакиной сейчас, ну это очень громко будет. Да, она молодец. Хладнокровный характер. Ни в коем случае не нервничает, не психует. Где-то можно видны такие у нее порой попытки, там где-то выписываются энергии, выписываются эмоции, но она все равно такая вот в себе. Держит, так скажем, свой вот этот образ стойкой и просто хладнокровной девушки. Молодец. За это хвалю ее. Но технически, технически, все-таки у нее хватает проблем сейчас. А вот у Коли все как по массу. Ни одного пророганного сета за весь турнир. Молодец. Подготовилась отлично. Нащупала вот свой теннис. Как говорится, вошла в кураж и вот прям словила волну, как говорят вот теннисисты, когда она хорошо играет и безошибочно в основном. Она, в принципе, тут вообще никому не дала даже близко шансов. Даже в тейболику подобраться. Не забываем, что поддержка будет полностью на стороне Коллинз. Все будут ее гнать. Она такая очень импульсивная. Она умеет себя завести. И это нравится зрителям, когда вот теннисисты такие. Е, камон. Вспомните, даже как Виктория себя вела, когда она сделала камбэк над Еленой Рыбакиной. Когда уже, казалось бы, все, матч завершается. Но нет. Азаренко дала бой и вот завела публику. И при этом Вику так, конечно, любят в Майами. Она там почти как родная уже. Но все-таки она все равно не американка. А вот Коллинз еще больше будет поддерживать и болеть за нее. Ну и повторюсь. К качеству игры Коллинз у меня сейчас вообще нет вопросов. Вообще, я даже не удивлюсь, если победит Коллинз в этом матче и победит в двух сетах. Такое вполне возможно. В финалах такое бывает нередко. Но если объективно, да, вот логически, то должен быть матч такой плотный, в борьбе. И если победить даже рыбательно, то вряд ли здесь будет разница больше трех геймов. Но что быть в итоге, мы с вами выйдем уже совсем скоро. Пишите ваше мнение. Также, кто заберет титул мужчин. Там тоже все очень весело и неоднозначно. Давайте поговорим в комментариях. Жду вас. Жду ваших лайков. Подписывайтесь тех, кто еще не подписался. Жмите колокольчик. Ну а те, кто хочет поддержать, могут это сделать. Помочь мне по ссылкам в описании. Там есть и Donation Alerts. Там есть и реквизиты. Кому как удобно, я буду благодарен любой поддержке и помощи. А на этом у меня все на сегодня. Ждем новых турниров. И до скорой встречи, друзья. Пока-пока.